Кроме этого, мы определим несколько методов для доступа к данным массивам. Это будет метод size, константный метод size, который позволит получить размер массива. Мы также определим пару методов для доступа к элементу массива. Константная версия метода get будет возвращать элемент массива по значению, а неконстантная будет возвращать элемент массива по ссылке. За счет использования ссылки мы сможем изменять элементы массива. Мы также определим метод resize, который позволит изменять размер массива. Для реализации метода resize мы будем использовать подход аналогичный тому, который использовался при определении оператора присваивания. Мы создадим локальную переменную типа телочисленный массив, того размера, на который мы хотим изменить размер текущего массива. После этого мы определим количество элементов текущего массива, которые мы хотим скопировать. В том случае, если новый размер окажется больше, чем текущий размер, мы скопируем все элементы, которые хранятся в данном массиве. Если окажется, что новый размер меньше, то есть мы хотим уменьшить массив, то мы скопируем только то количество элементов, которое останется после resize. После этого мы скопируем необходимое количество элементов в цикле, скопируем их в этот временный массив. И в завершение мы обменяем текущий экземпляр объекта с этим временным массивом, который мы создали в начале функции. Таким образом, после выхода функции resize текущий экземпляр объекта будет иметь правильный размер. На этом описание класса целочисленного массива заканчивается. Мы описали все необходимое для того, чтобы использовать этот класс в реальном коде. На следующей лекции мы более подробно поговорим о том, как проектировать программу с использованием объекта. Будем говорить о так называемом объектно-ориентированном программировании.